Волейбол – это командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях – итог слаженности действий всех игроков. На прошлом чемпионате Беларуси команды Прибужья Минчанка показали красивую и результативную игру. Вот только тогда брестской команде совсем немного не хватило до золота. Но, как известно, после поражения всегда бывают победы. Доказательство тому – звание чемпионов у команды Прибужья. Дай Бог, чтобы вот этот постоянный выбор между первым и вторым местом был все-таки в сторону первого места. Но вы реальная гордость, и вы реально, если брать по классификатору успеха спортивного, наверное, Виктор Николаевич меня поддерживает, что, наверное, это самая наша орденоносная, медаленосная команда. Спасибо огромное всему коллективу, тренерам, спасибо. Спасибо традиции, которые заложены всеми вами. Напомним, в решающем поединке за почетный трофей Брещанки просто невероятно переиграли лидера последних лет – участника российской суперлиги Минчанку, причем с сухим счетом 3-0. После этого успеха в активе Прибужья стало 7 побед в Кубке Беларуси. Для команды это очень большое достижение, особенно в данных условиях. Лично для меня, конечно, это не первый кубок, поэтому, возможно, я приняла эту ситуацию чуть спокойнее, но для молодых игроков это очень хороший трамплин для дальнейшего развития, для дальнейших достижений. Это очень здорово, большая мотивация, потому что обладателям кубка завивать кубок легко, ну или не очень легко, но легче, нежели подтверждать свои звания. Поэтому выиграть кубок можно подтвердить в последующие игры с Минчанкой, что мы не только можем там единичные случаи выиграть, но и оказывать каждый раз такое сопротивление, это будет уже гораздо сложнее. Эта игра была настолько наполнена эмоциями, что все их передать словами очень сложно, ведь выигрыш – это всегда приятно, а особенно такой команды, таких соревнованиях – это то, что буквально до сих пор радует каждый день. Победы такого масштаба – это потрясающее доказательство себе и всем, насколько этот спорт важен, насколько мы его любим и насколько мы способны в нем побеждать. Не влюбиться в волейбол трудно, ведь наши девушки неизменно сражались и продолжают сражаться за самые высокие места, но чтобы их добиться, есть несколько составляющих успеха. Работа всего коллектива, девчонки, самодача их на тренировке, ну, наверное, правильно подвели подготовку тоже к этой игре, именно к игре, поэтому эмоционально зарядились, раскрепостились, не испугались соперника, что иногда нам это мешало, скажем так. Волейбол – это все-таки игра, мяч круглый, как говорится, поэтому результат может быть самый разный. Здесь на приеме у мэра города Бреста Александра Рогачука эти очаровательные девушки вновь стали одним целым, но уже не на волейбольной площадке, а на торжественном мероприятии, ведь именно их совместный успех и стал одним из серьезных и главных спортивных достижений города Бреста. А чтобы команда сохранила состав, усилилась и снова доказала лидерство, городские власти продолжат оказывать помощь и поддержку. То, что я обещал Максиму Александровичу, я выполнил. Я имею в виду поведение новых ставок дополнительных. Мы ввели эти ставки за счет городского бюджета, мы выполнили свои обязательства по городскому бюджету перед вами, по тем налоговым вычетам, которые дают возможность Савушкин продукту оказывать вам не спонсорскую, а просто спортивную помощь. Предварительно на следующий год мы еще дальше должны продолжать работу по совершенствованию нашего финансово-хозяйственного, чтобы и бюджетная составляющая, и налоговая составляющая, и спонсорская составляющая было в каких-то хороших пропорциях, чтобы это позволило дальше вам удерживать это сложное и очень важное место. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктовая.